Липецкие автомобилисты в дождь не отличаются от венецианских гондольеров. Но веселых песен на улице Папина не услышишь. Все больше ругань. За день здесь пострадали десятки машин. И уже не первый раз, уже второе колесо. Что происходит на Папина в управлении главного смотрителя, показывают на схеме и на пальцах. Вся вода с дороги должна уйти в трубу вот такого диаметра. На других улицах те же проблемы. Это вот по улице Неделина. Вот видите, 64 гектара на 500 трубу в диаметре. Естественно, это маловат. Еще в 2005-м Ливневку впервые обследовали. Вот документ того года. 222 километра сетей 80-х годов постройки. Многие участки в 15, 20, 24 районах в нерабочем состоянии. Застой воды приводит к разрушению автодорог. А вот документ 2012 года. Те же самые выводы чиновники повторяют слово в слово. Через 7 лет. Единственное, что было сделано за последние, наверное, несколько лет, позапрошлым году, позапрошлым году, как раз существовала программа по дождевой канализации городской. Нам удалось в рамках этой программы прочистить всю существующую дождевую канализацию. Главный смотритель Липецка говорит о масштабной прочистке коммуникаций. Но они нуждаются и в плановом обслуживании. И, как уверяют, все это делается исправно. Только, видимо, не на улице Звездной. Возле этой лужи гоголевских масштабов никто не вспомнил. Когда же здесь кто-то что-то исправно чистил? Жильцы сами выходят кто как может, кто ломом, кто чем прочищает. Ну, у кого как получается. Узкие трубы, засоры, хаотичная застройка. Еще в 2005-м специалисты ЛГТУ постарались суммировать все беды городской ливневки. Это заняло целый год и 14 томов. Стало ясно, системная проблема требует системных решений. Нужна целевая программа. Во-первых, капитального ремонта существующей ливневой канализации. Раз. Во-вторых, я думаю, что, безусловно, нужен проект ливневой канализации в достаточном объеме. Потому что у нас очень многие наши городские территории, они просто не обеспечены ливневой канализацией. Эти же выводы Алексей Попов озвучивал 7 лет назад. Но суши на Липецких улицах за это время не стало. Кажется, городская ливневка хорошо справляется со своей задачей только в ясную погоду. Вероника Баскакова, Олег Писарев, ТВК Новости.